В ближайшую субботу городские церкви и костелы заполнятся молодоженами, готовыми друг другу сказать заветное «да». Однако организаторы мероприятий говорят, что для не успевших вовремя спланировать праздник придется либо отложить празднование, либо отмечать события, как говорится, где попало. В выходные дни банкетные залы заранее резервируются, а для тех, кто планирует праздновать в будние дни, тоже хороших новостей мало. Сегодня тенденция такова. Иногда выходные, но чаще в будни эмигранты и празднуют, потому что для них не важно, когда приезжать в Литву. Могу сказать так, 80% заказов в будние дни поступают от эмигрантов. Самые хитрые в первую очередь заказывают банкетные залы и услуги у организаторов. И только потом несут подавать заявление в ЗАГС. В таком случае они будут уверены, что праздник состоится там, где хотелось. В наш ресторан интенсивно поступают заказы на 2018 и 2019 годы. Заказывают в основном местные клиенты. В первую очередь ищут место, потом поставщика питания, после утверждают дату и несут заявление в дворец брекосочетания. Совсем другая ситуация складывается в салонах свадебных платьев и пошивочных ателье. Заказы в них принимаются за несколько месяцев до свадьбы. Не секрет, если приближается праздник, мы начинаем следить за питанием, так как этого за год вперед не спланируешь. Вот и все секреты моды раскрываются весной, перед приходом лета. Заказы поступают нам за 2-3 месяца перед праздником. Организаторы мероприятий чувствуют изменение привычек литовцев. Мало того, что планировать жители начинают задолго до праздника, на самих банкетах становится все меньше алкоголя. Эта новость должна обрадовать Рамуна Сокарбаускиса, смеются организаторы и бизнесмены. Мне кажется, это должно понравиться не только Рамуна Сокарбаускису. Меня лично также радует этот факт. Сейчас на самом деле люди хотят отдыхать без алкоголя. Это приятно, когда с трезвой головой идешь спать, просыпаешься и принимаешь участие во втором дне свадьбы. Это просто супер. Очень эстетично и красиво выглядит стол. Собирается семья, близкие люди, на столе блюдо, праздничный торт. Праздник длится 2-3 часа, иногда дольше, но с фруктовыми коктейлями, без алкоголя. Нам это очень приятно. Считается, что такие изменения привычек произошли на фоне опыта других стран. Видимо, выезжая зарабатывать в другие государства, литовцы перенимают примеры этих стран. А иностранцы поступают наоборот. Свои праздники больше доверяют литовцам, потому что цены на услуги ниже, а их качество не хуже.